Вчера не выдержал. Когда надзиратель опять подошёл ко мне, я послал его подальше. И на спину, голову, тотчас посыпались удары. Сейчас надзиратель думает, что я сломлен. Дудки. Пусть я голоден, слаб, пусть я пленный. Но пленный физически. Духовно я свободен. Я выше этих сволочей. Да, выше, потому что никогда не позволю себе поднять руку на слабого. Унизить голодного. Потому что меня учили, что нет ничего выше человеческого достоинства. Человек это звучит гордо. Сергей Николаевич Воропаев, 29 апреля 1944 года. Человек, который был пропавлен в Кладбище. 220 семьи найдены. И, наверное, 50 семьи бывали здесь, на Кладбище. Эти моменты, конечно, очень трогательные. Через 75 лет вдруг человек, который был пропавший, близкий человек, он здесь лежит. И вдруг можно с ним или даже познакомиться. Потому что дети, они их отец даже не знали часто. И мощно, конечно, сразу и, ну, как сказать, это и последняя встреча обычно. Потому что они здесь один раз бывают. И поэтому очень много эмоций, очень трогательные. И очень важно, я так понимаю, для них, что наконец-то эта трагедия закончится. Наконец-то они знают, что случилось. Знают, где он и куда он попал. И этот конец, это очень важно для них. И для меня это, наверное, самый главный цел моей поисковой работы. Итак, я уже точно последний раз взялся за карандаш. Последний раз я беседую с этими листками. Да, но я дожил до такого состояния, что смерть меня уже не пугает, а наоборот, будет чем-то приятным, успокаивающим. Тем миром, где всем одинаково хорошо и плохо. Где нет науки, искусства, красоты, наслаждений. Где вечный мрак и сырость. Допустим, если фашизм не взялся морить, то я имел бы, может, шанс вернуться с туберкулезом на родину. И что же было бы? Я бы мог быть лишней обузой в семье, в обществе. И там-то будет гораздо тяжелее переживать все это. А здесь, в связи с голодовкой, здоровье ухудшается. Позавчера ночью началось страшное кровотечение. Слава богу, соль была. Так солью немного пришлось остановить. Но я харкаю и сейчас кровью, так что... Три дня скидывается с моего счета. Плюс ко всему к этому заедает вшита. Их страшно великое количество. Два месяца уже не были в бане. Грязь, масса мусора и прочее. Все уже перемечтал. Все малейшие случаи жизни, круг моей родной семьи. О, бедные, жаль. Слишком жаль. Что с бедной матушкой? Болтают, что в шести километрах наши взяли деревню. Но нет выстрелов. Ничего не слышно. Абсолютная тишина. Хотя бы перед смертью услышать орудийные гулы, разрывы снарядов. Чтобы земля гудела, черт побери. Обнимаю и целую все мне близкое и милое. Прощайте, мои дорогие, на долгие годы. Мне скоро час пробьет. Я уже не подымаюсь с постели. Ваш сын Сергей. Эти записи передайте Борису Семеновичу Родионову, если он жив. А если нет, то просто в редакцию. Пятое марта 1945 года. Это последняя запись советского военнопленного Сергея Николаевича Воропаева. Он написал ее в свои 24 года в фашистском лагере военнопленных Шталак-8ф, который находился в окрестностях немецкой деревни Ламсдорф. Сегодня это территория вблизи польской деревни Ламбиновица, в Верхней Селезии. Если бы записи Сергея были найдены охраной лагеря, то он был бы моментально расстрелян. Сергей проходил военную службу в 151-м корпусном артиллерийском полку в школе младших командиров в Минске. В плен он попал летом 1941 года при отступлении полка Нашклов в Могилевской области Белоруссии. В апреле 1943 года Сергей оказался в лагере военнопленных Шталак-8ф. Скорее всего, его перевели туда из другого лагеря военнопленных на территории Германии. Лагерь для советских военнопленных Шталак-8ф, изначально названный как Шталак-318, был организован как прилегающая территория к уже существующему лагерю военнопленных Шталак-8б. На этом же месте во времена Пруссии находился лагерь пленных французско-прусской войны. Шталак-8б использовался немцами также в период Первой мировой войны. На кладбище лагеря Шталак-8б находятся именные могилы русских воинов. После нападения гитлеровских войск на Советский Союз в сторону Германии направлялись длинные железнодорожные составы, набитые советскими военнопленными. С июля 1941 года расположенные примерно в 4 километрах от лагеря Шталак-8б поля начали заполняться тысячами советских пленных солдат. Так был заложен лагерь Шталак-318 – Руссенлагер, к концу 1941 года переименованный в Шталак-8ф. Территория лагеря не была подготовлена для размещения военнопленных солдат. Первые осень, зиму и весну советские военнопленные жили в вырытых ямах-землянках – норах. Отношение к советским военнопленным было самым худшим на территории комплекса лагерей в Ламсдорф. После войны нацисты оправдывали скотское обращение с советскими военнопленными, не подписанной в 1929 году СССР Женевской конвенции об обращении с военнопленными. В июне 1943 года произошла очередная реструктуризация комплекса лагерей в Ламсдорф. Лагерь военнопленных Шталак-8ф перешел под контроль близлежащего лагеря Шталак-8б. В ноябре 1944 года комплекс лагерей был переименован в Шталак-344. 1 марта 1945 года Сергей Воропаев предпоследний раз записывает в своем дневнике. «Я еще чуть жив. Уже стараюсь реже подыматься с койки. Чувствуется сильная слабость в ногах. И вообще иссох. Но иссох не от болезни, а от голода. Да и как здесь не иссохнуть, когда, начиная с 27 января, нам дали пять паек хлеба? Да, это и удивительно. За месяц и четыре дня скушать полтора килограмма хлеба. Какое же может быть терпение? А результаты этого терпения таковы. За этот самый же период вымерло 20 человек. Из них 10 человек от голоду. За фронт ходят разные слухи. Надежды на освобождение не предвидятся. Так что большинство людей ожидает со дня на день голодной смерти. В том числе и я. Если утром проснешься жив, то и говоришь «Слава Богу». Чувствую это продлиться считанные дни. Страшна голодная смерть. Но я бессильный в этом. Не знаю, удастся ли еще раз взяться за карандаш или нет. Коментарь, который был построен в 1942 году. Почетово жоуниверы армии червона были гребани по-за тереном так называемого старого кментаря енецкого. Но с уваги на то, что смертельность очень мощно свякшила, хотя бы с уваги на эпидемию тыфусу, Немцы организовали другий кментарь. Здесь находятся масовые гробы. Уклад архитектовичный этого места не позволяет нам окреслить конкретного места гроба. Нестное, что тоже очень приятно, что не можем окреслить, в котором месту похоронен есть конкретный енец, потому что они были гребани в масовых, безымянных могилах, часто одзялись в пакетах, а часто даже без ничего, по-за того, чтобы о них просто запомнить. Но память о них не сгиняла. Счególным выразом этого является именно этот кментарь, отданный до ужитку в 1964 году, вместе с помнимом Мартырологии и енец военных. Помним пощадленный всем енецам, независимо от народовости, которую имели, независимо от армии, в которой они борются, всем енецам Ламсдорф. Но кментарь, на котором мы находимся, это кментарь журналисты Армии Сервоной. Лос этой группы енецкой был особенно трудный. И вот здесь, под этим помнимем, отбываются короткие обходы, Рочнице Вызволения Сталагу 344 Ламсдорф. Важно сказать, что помним этот был, вспомню, отданный до ужитку в 1964 году. Рок позже на этом помнику появились фигуры symbolизирующие черпящих енец. Однако у выжития на террент сментаря в летах 90-х поставили крыж с короной черниевым, который symbolизирует мучество этих же енец. Важно еще сказать, что в 1945 году, уже по закончению войны, шчонки енецов стали открыты. Как вспоминала, мяло место шчонки-эксхумации звук. На основе бадаń проводных через Комиссию Polską и Советскую, Усталено личбе офиер на около 40 тысяч. Пропоминам, что стануя это около 1,5 всех енец армии червоны, которые здесь, в этом обои, в церкви II wojны святовой, находились. То есть это огромная смертельность. Додам еще только, что огольная личба енец армии червоны, которые находились в неволе немецкой, это около 5 миллионов 700 тысяч, с чего более 3 миллиона умерли. И это означает огромный показатель, показывающий, как в плохих условиях жила и как плохо была трактована именно эта группа енецка. Была это лучшая группа енецка и трактована наиболее. С 1939 года в лагере Шталак-8Б содержались военнопленные различных европейских национальностей, а также американские и австралийские пленные солдаты. До поступления англоязычных пленных солдат в Шталак-8Б на территории лагеря уже были построены бараки для пребывания. Английским военнопленным разрешалось играть в футбол, устраивать боксерские турниры, покупать шоколад и сигареты на заработанные лагерные марки. У советских военнопленных ничего этого не было. Только громадное поле, обнесенное колючей проволокой. В то же время отношение к немецким военнопленным, находящимся в плену в Советском Союзе, было радикально противоположным обращению с советскими пленными. С другой стороны, англоязычные военнопленные находились в приемлемых условиях в лагере Шталак-8Б, так как немцы боялись за своих пленных солдат в Англии. «Сегодня, стоя на поверке, видел идущих союзников англичан. Никогда и никто бы не поверил, что это пленные. Идут в колонны по три, чистые, все в своей форме и с музыкой. Задний шел с футболом. Видимо, играли. Только посты, вооруженные по бокам, говорили об их пленении». Так записал Сергей Воропаев в дневнике 1 мая 1944 года. Тем советским военнопленным, кто выжил в первые месяцы нахождения в лагере Шталак-8Ф и не был умершвлен в близлежащих концлагерях, а также тем, кто был доставлен в лагерь после 1942 года, была уготована судьба рабов на угольных шахтах и на промышленных фабриках Верхней Силезии. Персональная карта военнопленного была первым документом, который заводился в момент принятия солдата в лагерь. В ней содержались не только личные данные военнопленного, но и информация, касающаяся состояния его здоровья. Например, был ли он привит, находился ли он в лазаретах. Если был, то в какое время и по какой причине. Военнопленному выдавался жетон с номером, присвоенный при регистрации в лагере. Жетон состоял из двух одинаковых половинок с личным регистрационным номером. После смерти пленного одна половинка номерного учетного жетона прикреплялась к карточке, а вторая оставалась на теле умершего. Также в карте военнопленного содержалась информация о его работе, где он работал, в каком рабочем подразделении. Военнопленные работали в специальных рабочих подразделениях под названием Arbeitskommandos. Они работали во всех секторах экономики Третьего Рейха. И тут мы дошлиния с смертельностью с поводу эпидемии Третьего Рейха. Третьего Рейха поволи выгасла. Зачем то высылать поновне яйцов роддейских до прации, уже в большинстве, в таких более злиберализованных варонках, в целях, прежде всего, працовали при будове дрог, при будове лотниц, при працах мелорационных, в душих закладах, так как в Лијцах, в Лабендах, в закладах металологичных, в меньшем стопниу, в меньшем стопниу, в ромничестве. И то, что интересно, в видать, каждый kolejный рак приносил взрос этой лечбы затрудненных яйцов роддейских яйцов ландзров. В 1942 году, в којцовце 1942, мы уже около 25 тысяч затрудненных яйцов роддейских, а в 1943 году, 61 тысяч. Это осьродок войны, и то, наверное, то тогда мы до цели с большим ростом также команды праци, званых, одзяланей робочными, в которых яйцов роддейцы были затруднены. Вовчас мы до цели с около 1000 таких отделов робочих, в которых работают только яйцов роддейцы, меньших и больших. а не только роддейских яйцов глиных, а также их, в керунках сам Стала Кламсдор стал таким местом прохвалным для тех яйцов, которые не были уже в состоянии тяжело працать с поводу работы. или если выздоровели, снова были присыланы до команд работы, до отделов робочих. На что zwrócić внимание, что эта прация была тяжелая. Она была тяжелая с поводу самого характера работы в копальне, дополнительно в злых условиях, в условиях политики рабочей о чем часто вспоминали контролирующие копальне женицы немецкие использования немецких то есть политика рабочей 22 апреля 1944 года Сергей Воропаев решился записать в своем дневнике финансовые расчеты, связанные с рабским принудительным трудом. Сегодня исполнился один год, как я работаю на этой шахте. 365 дней проведено в подземном полумраке на глубине 350 метров. Глубина неважна. Важно то, сколько перекидано угля. Допустим, я каждый день выкидываю по 10 тонн. И это составляет в год 3650 тонн угля. Беря в расчет железнодорожный вагон по 20 тонн, это составляет примерно 2 эшелона угля в количестве 80-85 вагонов. Это, грубо рассчитывая, будет стоить до 30 тысяч рублей. В это самое время на меня уважаемый хозяин израсходовал 180 килограмм хлеба, 255 килограмм картошки и столько же брюквы, 12 килограмм маргарина, немного больше мяса. Расходная сторона обойдется на 1000-1500 рублей. Можешь представить, какой доход от одного меня предпринимателю. А нас на шахте 913 человек. А сколько всего этих шахт? Так как сказали, праздник 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 память Возвращение людьми, которая была война выниживающей и также выниживающей единиц, которые были представлены, как это было представлено. И это мы видим до последних месяцев 1944 года, когда начинает эвакуация коменд работы. Душа из них, часть единиц, вера до опозоров макияжских, в которых были подключены в Тесин, в Сталагу 8B, или в Сталагу 344 Лансдорф. И другие, которые были эвакуированы из места своего места, из места своего места, из места своего места. И часто еще вымечены в многочасовых, многочасовых маршах, так называемых маршах смерти. И, по-знакомому, в этой части из них не удалось никаких маршов претерывать. Советские военнопленные также использовались на фабриках боеприпасов и военной техники. Это было запрещено Женевской конвенцией, как и использование военнопленных на работах поблизости от фронта. Советские военнопленные были лишены возможности любого контакта со своими семьями. Они жили, как пропавшие без вести в течение многих лет. Им не разрешалось писать домой своим семьям и родственникам. Те пленные солдаты, которые безызвестно захоронены в братских могилах, так и остались забытыми. Женевская конвенция, конечно, предусматривала почтовую переписку и даже возможность получать посылки с едой и одеждой из дома. Но нацисты не позволяли пленным Красной Армии устанавливать контакты с родственниками. Кроме того, была запрещена любая помощь от Международного комитета Красного Креста. Можно предположить, что единственная надежда была на помощь гражданского населения в случае работ за пределами лагеря. Однако контакты с гражданским населением и особенно с немецкими женщинами были им запрещены. Важно вспомнить, что если мы при работе, то есть о менее restрыкционных местах затруднения, или менее вычеркционных местах, которые могли выказать свою придачность, как лекарь, или разные подобные люди, например, снающие язык немецкий, были направлены к работе как туманчиками, или в работе в канцеларии немецкой. Они могли в этой канцеларии выполнить функции помощники. Один из таких, как Степан Правду, который прожил побыть в Сталагу на Мстон, а по войне, с рацией также своей работы в канцеларии немецкой, был в состоянии сложить очень разлегые зезнения перед Комиссией Полско-Радецкой, которая была запрещена в Ламсдорфе. А ведь были также такие работы, которые помогали претривать. другим примером, который претривал как лекарь, в очень тяжких условиях. Сначала в Сталагу на Мстон, где, как вспоминал, 40 родственных лекарей, которые имели такой цель, что не лечить, не имели чем лечить, поэтому их роль ограничилась до угребания умерших коллег, умерших товарищей. При лагерях военнопленных располагались лазареты, в которых находились пленные солдаты, нуждающиеся в медицинской помощи и хирургических операциях. С одной стороны, лазареты были своего рода спасением от изнурительных рабских работ. С другой стороны, пленные солдаты осознанно калечили себя, чтобы намеренно попасть в лазарет. Но проблема заключалась в отсутствии лекарств и инструментов для операций. Медицинский персонал в большинстве своем состоял из самих же пленных солдат. Это были люди, знакомые с медициной, вроде санитаров или медсестер, но их руководителями были немецкие врачи. Одним из работников лазарета при лагере «Шталак-8Ф» был художник Георгий Иванович Данилов. В лагерь «Шталак-318», позже известный как «8Ф», Георгий Данилов попал 4 августа 1941 года тяжело раненым под Брестом. Через восемь дней ему исполнилось 23 года. В карте военнопленного Георгия Данилова даты приписки к лагерю «Шталак-318» числятся 26 августа 1941 года. Художественное образование Георгий Данилов не успел закончить из-за начавшейся Великой Отечественной войны. Медицинского образования также не имел, но был назначен санитаром в лазарет при лагере «Шталак-8Ф», так как он мог рисовать красивые открытки для немцев. Среди лагерных эскизов Георгия Данилова имеются копии фрагментов картин европейских мастеров живописи – Веласкиса, Рубенса, Рембрандта. Возможно, что цветные репродукции их картин приносили Георгию Данилову для копирования сами немцы. Таким образом, Георгий Данилов избежал тяжелейших физических работ. В то время как Георгий Данилов практиковался на почтовых открытках и работал в лазарете, он тайком от охраны лагеря рисовал и тем самым документировал соратников по плену. Свои эскизы Георгий Данилов подписывал как тесленка, чтобы в случае обнаружения оградить себя от расстрела. Он настолько усердно прятал свои работы, что только в конце 40-х годов они были обнаружены сельским старостой из Ломбиновицы Станиславом Заневским. Он передал обнаруженный под кроватью в бывшем лазарете рулон бумаги с рисунками, в фонд музея военнопленных в Ломбиновице. После освобождения лагеря Шталак-8Ф, Георгий Данилов еще 8 лет был в фильтрационных лагерях в Советском Союзе. В 1963 году несколько его рисунков под подписью «Тесленка» были опубликованы в журнале «Польша». Осенью 1963 года Георгий Данилов написал автору статьи Станиславу Луковскому. «Я был очень рад увидеть свои рисунки в вашем журнале, только фамилия моя Данилов Георгий Иванович». В целях конспирации я подписывал свои натурные снимки вымышленными фамилиями. Коллекция насчитывала 78 набросков. 77 из них были созданы Георгием в лагере с 1941 по 1945 год. Точно такое же количество записей содержится в дневнике Сергея Варапаева. «Большую часть работ Георгия Данилова составляют портреты военнопленных. Мне приходилось рисовать и советских военнопленных, и итальянцев, а первый рисунок, который я сделал в лагере, был с польского военнопленного. Как сейчас помню красивую внешность молодого человека. Блондин с небольшими усиками», – писал художник. «Это портреты совершенно разных людей. Одни изможденные, болезненные, с впалыми щеками. Другие еще здоровые, иногда с легкой улыбкой, но чаще всего задумчивые. Старые, молодые, многие на первый взгляд похожи друг на друга из-за бритых голов. Среди них встречается и портрет мальчика. Был это польский мальчик-повстанец или же воспоминания художника из детства останется уже тайной. Но, несомненно, на некоторых портретах военнопленных соратников можно наблюдать влияние фантазии художника. Он как будто смягчает адские реалии плена своим художественным мировосприятием. Будь то положение руки или тела пленного солдата, явно выполняющего композиционную роль. Так как эскизы недатированы, не имеют подписи и зачастую изображены без фона, то трудно установить личности портретируемых и тем более установить границу между вымыслом художника и реальностью. Но даже с учетом фантазии художника, портрет изображенных военнопленных выглядит психологически подавленными и болезненными. Только один из эскизов Георгия Данилова изображает двух солдат у печки внутри барака. На рисунке имеется перспектива, уходящая вглубь барака. Внизу рисунка имеется подпись на русском и немецком языках. На 78-м эскизе изображено освобождение лагеря Шталаг-8Ф 17 марта 1945 года. Этот эскиз Георгий Данилов исполнил во время встречи со Станиславом Луковским в 1964 году в Советском Союзе. Но до освобождения лагеря Красной Армии на территории брошенного немцами Шталага-8Ф остались истощенные и смертельно больные военнопленные. Благодаря записям Сергея Варапаева можно реконструировать наземный ад Ламсдорфа в начале 1945 года. Далеко-далеко слышны глухие раскаты артиллерийского грома. Прифронтовая полоса. Вот уже второй день, как наш лагерь бросили на произвол судьбы. Немецкое командование врачей и обслуживающий персонал русских эвакуировали. На один день оставили продуктов, а на второй дали только брюквенный суп. Хлеба нет. Ожидаем своих. Насколько скоро подойдут наши, настолько сохранится наша жизнь и здоровье. Из лагеря выйти также невозможно. Ибо на сторожевых вышках маячат часовые. Голова заполнена разными бредовыми мыслями. Лечение всякое прекратилось. Мертвая тишина. 25 января 1945 года. Жизнь по-старому в наземном аду, только без смолы. Измор плановым путем продолжается. Обнаружено людоедство. Вчера ночью один из больных забрался в холодилку и, вскрыв мертвеца, вырезал ему внутренности, мягкие части тела. Это было замечено, и вчера этот человек был расстрелян. 1 февраля 1945 года. Положение с каждым днем ухудшается. Силы исчезают. Смертность увеличивается. Из одной только нашей комнаты каждый день выносят по одному, два, три трупа. Некоторые смельчаки, рискуя жизнью, бросаются в кухню за картошкой. Вчера пять из них попали под пули злодеев, а двое, их тела были вспороты штыками. Смерть витает над нами. Страшная, голодная смерть. Возможно, осталось несколько дней, а положение так безнадежно. Говорят, наши пошли в наступление. Умер Сергей Воропаев 23 марта 1945 года в Красноармейском терапевтическом полевом подвижном госпитале номер 5481 1-го Украинского фронта. Его дневник был найден в блоке смерти А, где содержались смертельно больные военнопленные. На протяжении всего дневника у Сергея не раз проскакивала мысль о самоубийстве, но постоянный голод затенял ее. Я порой задумываюсь над таким вопросом. В мирное время часто бывают самоубийства из-за каких-нибудь пустяков личной жизни. Здесь наоборот. Ни одного случая я не встречал в плену. Мне кажется. Это все решает питание. Мозг не знает ничего другого, как только пожрать. 15 апреля 1944 года. В моменте, когда армия червона вкручила до Ламсдорф 17 и 18 марта 1945 года, остались здесь люди, которые были на краю выделения. Часть людей удалось урятовать, а некоторые жоуниры не пережили. Однако червона вкручили здесь звуки жоуниржей, которые были вкручены. Нужно вспомнить, что по 17 марта организованы уроки, 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 уроки 344 Ламсдорф. В течение этих обходов вспоминали трудный лос янцов. Барак, в котором мы находимся, вспоминает такие трудные хвилии с жоуниржей. Обычно он, как уже вспомнилась на почту, есть отрестаурованный, поэтому мы в доброй какости новые окна между ними. Мы помним, что янцы, которые здесь несколько лет назад пребывали, не мешкали в так, мимо всего, добрых уроках, как нам сейчас может быть сейчас, входит до такого объекта. Понадо тут спали они на прычках, двух, а также трех-пятровых. Янцы вспомнила, что те прычки, что те места на прычках от доу, связали с тем, что было холоднее зима. Но те прычки угры связали с тем, что спали на этих янцов, например, плоск, которые находились на даху. Но янцы вспоминали, что спали на таких седниках, которые были сейчас уже затраты. Сума была затрата, поэтому они не дали тепла. Могли окрыть себя каким-то старым, подзиураменным коцем. Ну и, конечно, пребывали тут в душе загрязчене. Они не знали, как долго будут здесь находиться, поэтому это также влияло на их психическое состояние. В таком бараке находился также пьет, который был ограждать этот объект. Однако янцы теоретически имели право приручить себе собственные посилки. Но, как такую интересную, можно подать, что янцы похода хиндусского в столаху ламстов имели свои собственные приправы, которые могли себе, или продукты споживные, которые могли себе еще что-то приготовить. В октябре 1944 года около 6 тысяч солдат польской армии Краева, участников Варшавского восстания, поступили в лагерь «Шталак-8Ф». Среди них были женщины и несовершеннолетние, которые содержались в отдельных от мужчин секторах лагеря. Примерно в то же время прибыли 1500 пленных после Словацкого восстания. Формой контакта между военнопленными в разных секторах лагеря были записки, написанные на небольших кусочках бумаги, которыми они оборачивали камни. И заключенные, мужчины и женщины бросали эти записки между секторами. Так называемая переписка через колючую проволоку. В послевоенное время одна из участниц Варшавского восстания, София Арсимович, которая была интернирована в лагерь «Шталак-8Ф» в октябре 1944 года, передала в дар Центральному музею военнопленных в польском городе Аполле браслет, изготовленный из жетона военнопленного под номером 106-811. Со слов Софии Арсимович, браслет изготовлен советским пленным солдатом и подарен ей. На жетоне браслета имеется гравировка «Шталак-318». Скорее всего, жетон принадлежал одному из советских военнопленных, поступивших в лагерь в 1941 году. Может быть, это и был жетон пленного солдата, который изготовил его и проявил внимание к женщине, несмотря на ужасные условия содержания и скотское обращение со стороны охраны лагеря. Факт наличия в Польском музее браслета Софии Арсимович – это очень сильный и показательный пример того, что для чувств нет преград и барьеров. В последние годы несколько лет мы интересуем отец людей из России, но также из других републик Радзии, которые… Прежде всего, это вопросы мейлые, листовые, вопросы и вопросы за посредиством. Скоро ответы получили за посредиством Польского Сервоного Крыжа, которые будут посредиством и посредиством на речи родителей. То есть, что это происходит с посредиством российских ответников Польского Сервоного Крыжа. Так что такие вопросы будут поискать и это очень интересные встречи для нас очень интересные которые очень часто знают о том, что они знают о том, что они умерли и они везлили их и о и о висказании и это на нас я это всегда такой проблем такой эмоциональный, потому что я этого не могу говорить, не могу говорить даже в приближении, где этот он находится не висказа на то, что есть какие-то какие-то конкретные планы имеют имя и название с конкретным местом. Додатково нужно помнить, что пребывание только которая могла поменять определенный уклад поисказания groбов нескольких, это все накладает на такой проблем. Не этого конкретного места, в котором тут живет моя блестка человек. И часто это делаем в нашей просьбе что показываем, как świat эволюет скрывал. Когда идем на стале цминар в Оминовице, путь на поисказание есть имя, название, дата смерти. Но мы также также принадлежность армии, стопень войсковый, народный. Очень часто также также мысли, признание. О чем нам вспоминают, например, макеты на цементаре, также в СССР, то есть всё, что в часе В.С. было возможно, было в течение В.С. занегована в месте уединения горности человека, мы также пощеркнем пробу отобрать этим змертым человеком. Часть территории бывшего лагеря военнопленных «Шталак-8Ф» сохранилась благодаря Центральному музею военнопленных в Аполле. Это всего лишь мизерная часть от огромного лагеря. По другую сторону от дороги, вдоль сохранившейся колючей проволоки, которая десятилетия назад была под напряжением, была другая часть лагеря. Теперь она заросла лесом. Музей военнопленных заботится о сохранности фундаментов бывших бараков. Также он отреставрировал один из них. В нем устраиваются костюмированные представления для польских школьников, чтобы рассказать им о драматичной истории, которая развивалась в этом месте. Поблизости от сохранившегося лагеря находится большая часть водонапорной башни и водосборный бассейн. Интересен тот факт, что от лагеря советских пленных солдат «Шталак-8Ф» уцелело больше, чем от лагеря «Шталак-8Б», в котором содержались британские солдаты. Каждый год 17 марта Центральный музей военнопленных в Аполле организует торжественные памятные мероприятия, посвященные освобождению лагеря «Шталак-344» в Ламсдорф. Центральный музей Центральный музей Центральный музей демонстрируйце от з adrenalинской лакея. Один ввиду, ман piping разъявлены в авторе, из-за того, как в старости, Фредов каждый был в середине, в арандинске в авторе Компании, в предыдущем институте в день, а также несколько лет по всему двуе Велткригу и еще несколько лет Адлинному на замоках, в нем các учении в Советского р 2001. Присоциэ rivalry заказан в грани с Leviу Европейский штуров. До этого времени были очень многие святы, к речесовой борьбе. С которых были остальные границы в рече, Командос innerhalb und außerhalb des Lagers durchführen mussten. Bis zum Sommer 1943 setzte man diese Kriegsgefangenen auf dem Lager Friedhof in Dalum bei, ganz in der Nähe gelegen. Der Friedhof in Dalum gehört dementsprechend zu den größten Kriegsgräberstätten heute hier in der Region, Emsland, Grafschaft Bentheim. Hier in Alexisdorf setzte die Bestattung, wie gesagt, dann ab 1943 ein. Und von diesem Zeitpunkt bis Kriegsende, Mai 1945, hat man nachweislich inzwischen 1300 Bestattungen durchgeführt, mindestens 1300 Bestattungen. Lange Zeit wusste man nicht, wie viele Menschen auf diesen Kriegsgräberstätten bestattet wurden, weil die Dokumente fehlten oder man sogar davon ausging, lange Zeit, dass sie gar nicht existierten. Sie sind aber sehr wohl erfasst worden und man kann diese Dokumente seit einigen Jahren über die russische Datenbank OBD Memorial sich ansehen, herunterladen, auswerten. Und dieses Auswertungsprojekt läuft jetzt für circa zwei Jahre schon hier in der Region. Und über dieses Projekt haben wir besagte 1300 Namen ausfindig machen können, die hier auf jeden Fall definitiv bestattet wurden, sodass die Zahl, die im Eingangsbereich auf der Platte, auf der Grabplatte genannt wurde, von circa 600 Unbekannten definitiv nach oben korrigiert werden muss. Unsere Forschungen sind noch nicht ganz abgeschlossen. Wir gehen davon aus, dass sich die Zahl in Richtung 2000 sowjetische Kriegsgefangene bewegen wird, die hier tatsächlich beigesetzt wurden. Es ist schon so, dass das Land Niedersachsen sozusagen, das ja Träger dieser Friedhöfe ist oder Eigentümer heute ist, das sehr intensiv unterstützt und fördert, dass es verschiedene Projekte gibt, sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene, das ganz intensiv aufzuarbeiten. Und wir arbeiten derzeit in einem weiteren vom Bund, also Berlin, geförderten Projekt, wo wir mit Studierenden die Kriegsgräberstätte in Dalum, hier ganz in der Nähe, im Sommer untersuchen werden, im Rahmen einer Herbstschule, um dort mit nicht-invasiven Methoden die Genese des Friedhofes zu rekonstruieren, sprich mit Radar, Elektrik und ähnlichen Methoden zerstörungsfrei zu untersuchen, um beurteilen zu können, wie ist der Friedhof entstanden, wo sind Einzelgräber, wo sind Massengräber, weil man durch die Neugestaltung in den 1960er Jahren das heute natürlich nicht mehr sagen kann. Das sehen Sie hier auch genau, das ist eine recht parkähnliche Struktur, die Sie haben. Sie sehen keine Gräbereien mehr, Sie sehen einige Grabsteine mit russisch-orthodoxem Kreuz, die eher symbolhaft aufgestellt wurden, die aber nichts mehr über die ursprüngliche Grablage aussagen. Wir haben hier jetzt die Gefangenenkarte, die Kriegsgefangenenkarte von Peter Scharkow mitgebracht. Der ist 1908 in Russland geboren worden, leider konnten wir da den genauen Geburtsort nicht herausfinden. Er ist dann in die Armee gekommen, vorher hat er als Sattler und Schuster als Zivilberuf gearbeitet. Er hat gedient im 747. Infanterieregiment und ist gefangen genommen worden, wahrscheinlich bei der Kesselschlacht um Vyazma und Vyansk im Oktober 1941. Daraufhin ist er dann nach Deutschland transportiert worden und in unterschiedlichen Gefangenenlagern gelandet und hat da auch in unterschiedlichen Arbeitskommandos gearbeitet, zum Beispiel auch für die Deutsche Erdl-AG, bevor er dann im Jahre 1944 im Juni nach Alexisdorf transportiert worden ist, wo er dann auch zwei Monate später im August verstorben ist. Solche regionalhistorischen Projekte werden an Schulen durchaus häufiger gemacht. Also der Diskurs, das Gespräch, auch über die Art und Weise, wie man an diese Zeit erinnert, erinnern sollte und auch welcher Missbrauch damit getrieben wird. Das ist durchaus etwas, was auch in Schulen viel gesprochen wird, was ein großes Thema ist und da ist man auch frei von Naivität oder so. Man weiß, dass es natürlich auch Kräfte gibt in der Gesellschaft, die bestimmte Arten und Weisen des Gedenkens auch für ihre Parteipolitik instrumentalisieren wollen. Und da ist es immer gut, dagegen ein paar Fakten zu stellen und zu sagen, das dürfen wir nicht vergessen. Und das ist auch unsere Verantwortung. Und ich denke, das versuchen wir auch an der Schule weiterzugeben, dass das sehr wichtig ist und das Erinnern eine aktive Arbeit ist. Die Soldaten, die Soldaten, immer wieder in den Yahweh kommen. Alle die Soldaten, die Soldaten, die in den Stahlag 8F kamen, Of course, das ist in den Westen, in Europa. И я тоже узнал, что как минимум пять солдат попали в плен в шталок 8F, в Ламбсдорфе, Ламбиновиче, и они здесь лежали, они сюда попали, в конце концов. Значит, они их привезли оттуда в другое место, там они работали, заболели, умрали, и в конце концов захоронили их здесь, на территории Нидерламб. Я узнал, что этот солдат не Хлынов, а Хлынин, Хлынин Иван Васильевич, он из Курской области, я нашел его родственники 2005-2005 года, и родные сестры были в живую, поэтому вот эта судьба моя, мы узнали, мы знаем, кто этот солдат, мы знаем его родственники, и его фотография есть, и тоже узнал, что он попал в плену в шталок 8F, в Ламбсдорфе, и в конце концов, это было в июле 42-го года, когда он туда попал, потом его отправили на Запад, там он работал в шахтах и в заводах, и он умер в Батлипшпринге в мае 45-го года, и в конце концов, его сюда привезли и перезагранили на советское поле Ставра в Нидерламб. Я родился в Амерсфорте, вот ближайший город, и жил как ребенок в Лёйстене. Когда я был студент, я участвовал в обмене программы, и я попал в Москву, и влюбился, и поэтому у меня был энтузиазм, и когда мои коллеги на редакции газеты услышали, что я был в России, и мой энтузиазм появился, они сказали, что есть в нашем городе кладбище советских войн, и я был в шоке, как это может быть. Как может быть, во-первых, что есть такое кладбище у нас, но особенно, как может быть, что я это не знаю, это же не маленькое место, это не простое место, почему никто мне это не сказал, почему никто это не знает, мои друзья это не знали, я это не знал. И я понял, что это совсем забытие места, и что никто не знает, кто эти солдаты. И я сразу чувствовал, что это неправильно, так не должно быть, и их родственники должны знать, что их отец лежит здесь, и поэтому я начал искать. И искать информацию сначала, начал попробовать узнать их идентичность, а потом я начал искать родственников. И это... Я не ожидал, конечно, что, когда я первый раз здесь попал, сюда попал, что я 23 года буду заниматься поиском мертвых людей, но, в конце концов, они уже не мертвы, они стали живые, потому что сейчас мы знаем, кто они. У них есть история, у них есть семья, у них есть фотография. Мы сейчас знаем, кто они, живые люди, и родственники особенно, до сих пор живые люди. Я это не делал для них, я делал это для родственников, которые ждут до сих пор. И это больно, и это неправильно. Как они сюда попали? Здесь, недалеко отсюда, был лагер, лагер Амерсфорд, и туда попали 101 советских воин, которые немцы сюда отправили, чтобы нам, голландцы, показать, какие нижние люди, унтерменшин, этой азиаты, которая из Советского Союза. Немцы верили, что мы еще выбираем их сторону, и что голландцы готовы воевать с ними. Ну, эта пропаганда не очень удачна была. К сожалению, эти 101 здесь все умерли, 24 умерли в лагере, и 77 расстреляли немцев 9 апреля 1942 года. И поэтому вот эта большая трагедия, это начало этого кладбища. И после войны строили вот это советское поле славы, и сюда перезагранили и другие солдаты, которые лежали где-то в Нидерландах. И большинство жертвы в войне здесь военные плены. Всего здесь 865 жертвы в войне, но почти 800 их военные плены. И эти другие солдаты, они умерли в разных местах в Германии, даже далеко отсюда, даже в Лейпциге, например, в Хала. Но многие их умерли в рургабите. И Американцы их привезли в больницу, потому что они заболели. И, к сожалению, они умерли. И Американцы решили их не захоронить на территории врага. Они привезли их в Нидерланды. И так они, в конце концов, попали сюда, на советское поле славы. Нет, потому что я тоже учусь в Союзе. Я тоже учусь в Союзе. Это очень интересный место. Да, я могу себе представить. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Но если вы в Союзе-эрвелд.нл, то я, как я, Ремко, то я тоже. Вот это Клабиш, территория Нидерландов. Могилы. Официальные могилы Нидерландов. Министерства обороны. Значит, голландцы строили это кладбище для Советского Союза. И сказали, когда открыли это кладбище в 1948 году, что навсегда это наш долг делать уход этого кладбища. Сначала здесь поставили просто камень и номер. И ни фамилия, ни имя, ничего. А в 1962 году посольство Советского Союза здесь поставили камни. И там была фамилия, имя. Но очень много ошибок, потому что никто не знал, кто они. И нет отчества, и нет даты. Все могили, которые сейчас видно, это новые, совсем новые. Вот эти могили делали год назад, вот эти два года назад. А последние, которые видно там, мы делаем в этом году. Значит, в этом году реновация будет совсем готова. 18 ноября заново открываем официально кладбище. Здесь видно новый камень. Фамилия, имя, отчество без ошибок. И дата рождения, точные даты рождения и дата смерти. И здесь лежит Петр Бельянский. Он из Ростовской области, не Клиновский район. И родственники найдены, были здесь на кладбище. А там, в старой могиле, там написано просто фамилия и имя. И очень часто ошибки. Он, если я не ошибаюсь, умрт в Люденшаде, город в Германии. И, конечно, он сначала попал в плен. У него была семья в Синьявской деревне, в Неклиновском районе Ростовской области. Когда я их нашел, все дети были еще в живых. Дочери на детство и Нина, и сын Павел, если я не ошибаюсь. Это были очень приятные моменты, когда мы были вместе. Потому что они чувствовали, как патриарный отец. Но нашли новый сын, когда я там бывал. И это было очень трогательно и больно, но и красиво, и приятно. И я очень рад, что Ростовина Кипальянского, Петра, сейчас узнала, что он здесь с нами. И мы его не забываем. И, конечно, мы были в Синьявской деревне. Ты, конечно, это будет очень здорово. Это очень красиво. Это здорово, это будет выглядеть. Да. Я не могу даже расслабиться в доме. И я думал, что мы сейчас едим, чтобы мы были вместе. Да, это очень красиво. Я задавал несколько вещей на мой взгляд, я думаю, что я была в этом... Я не видел, думаю. Я не видел. Это было очень интересно. Немного узора Для НЕПОЛОДНОЕ В ПОЕВЛЕНИЕ ГОВОРОТНЫЕ В ОТЕРЕМА ВОЙ ДУКИ ВОЙ ДУКИ КОНЕЦЕ СЛЕЙМА НЕПОЛЬНЫЕ ВОЙ ДУКИ ВОЙ ДУКИ Но, когда ты сюда приходишь Я могу так по-другому ЛХСЕЙ Это для нас не читать. Когда я был в один из храмов, и там был дателем, я не знал, когда. Но когда вы получите информацию, правильное имя, правильное дателем, правильное дателем, правильное дателем, да, 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 это рабильное дателем — да, мы имя чтобы от их мать. мы дчаткиваем их р sortir, потому что в прошлом год, когда я в Либаноне был, а я наканчивался бы вам подъедать. Потому что много людей забыли, что без софетских солдат, я считаю, что война никогда не закончилась. Мы здесь не хозяин, я здесь не хозяин, мы не делим уход, это делают власти Нидерландов, но основное никто не делал, ни власти России, ни власти Нидерландов. Значит, информацию о солдатах, идентичность узнать, искать родственников, организовать мероприятия, фотографии на могилах, программа «Могила Потапека». Люди, которые сейчас у них есть свой солдат, они не забывают его. Все эти забытия это мы делаем. Мы, это сначала был я один, как исследователь, сейчас уже целая организация, фонд «Советская полислава», у нас есть 30 волонтеров, которые постоянно помогают. И есть больше 700 людей, которые нас поддерживают. Это финансовая помощь, но это и помогает, когда поставим цветы на могилах, свечки и другие мероприятия. Поэтому у нас есть база, фундамент, и люди хотят знать, что есть такое место, и есть эти солдаты, которые здесь лежат. И они не забывают. Это самое главное. Если люди хотят больше знать, лучше нам писать, потому что у нас есть своя база данных. И мы, конечно, знаем и контекст, мы понимаем историю, они просто данные. Мы можем рассказать, что случилось. Поэтому ищем до сих пор семья, конечно. И список есть на нашем сайте, например. У нас есть еще очень главный цель, большая амбиция, но до сих пор все, которые... Люди всегда сказали, что это невозможно уже, ничего не осталось. Но все было успешно. Родственники найдены, идентичных солдат мы узнали. Но сейчас еще один большой план – это строить центр подсветителей. Очень надеемся, что там можем рассказать их историю постоянно на этом месте. И мы работаем сейчас, чтобы организовать этот план. Лагерь военнопленных Шталак-8Ф был всего лишь одним из десятков фашистских лагерей, где советские военнопленные истреблялись голодом, изнурительными работами и скотским обращением. И это было в чистом виде истребления людей, о котором замалчивалось десятилетиями, так как история с советскими военнопленными была забыта в послевоенное время. Перед тем, как умерщвелялись евреи, их раздевали до гола и по факту грабили. Советских же пленных солдат эксплуатировали до голодной смерти, потому что большая часть из них происходила из крестьян и не имела ни образования, а также ничего ценного, кроме физической силы. Из-за отсутствия переписки с родственниками и контактов с представителями Международного Красного Креста, миллионы советских военнопленных остались бы пропавшими без вести. Но в результате освобождения лагерей военнопленных офицеры Красной Армии получили доступ к персональным картам пленных солдат. Эти карты советских пленных хранились более полувека в Центральном военном архиве под Москвой. В 21 веке их начали публиковать на интернет-портале ОБД Мемориал. Эти карты военнопленных немного проливают свет для родственников, разыскивающих без вести пропавших предков. Процесс сканирования и публикации карт военнопленных на интернет-сайте продолжается. Со временем появляются новые отсканированные персональные карты солдат Красной Армии. Можно также предположить, что часть карт могла быть сожжена фашистами при отступлении из лагерей или перемещена вместе с пленными участниками маршей смерти и затем утеряна. Советско-польская комиссия после освобождения лагеря Шталак-8ф в Ламсдорф и эксгумации тел пленных солдат из массовых захоронений заключила, что в окрестностях территории лагеря было захоронено 40 тысяч человек. Как можно понимать из данных, указанных на памятной доске на кладбище Гроссринге бывшего лагеря Алексисдорф в Нойгнаденфельде и актуальным исследованием по картам военнопленных с интернет-портала OBD Memorial число жертв среди советских военнопленных могло быть значительно выше. Общее число жертв в немецком плену превышает 3 миллиона человек. Хотелось бы верить, чтобы на всех массовых захоронениях советских военнопленных были перечислены все имена жертв, попавших под истребление голодом и болезнями. Но если смотреть реалистично, то это желание имеет малую вероятность исполнения. В результате утраты регистрационных документов из лагерей или по другим причинам военного времени имена тысяч советских военнопленных так и останутся в безызвестности. Остается только надеяться, что подобная трагедия больше никогда не повторится. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок